Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебя, наш Господь! Велика милость Твоя и щедроты Твои! Благодарю Тебя за эту ночь прошедшую! Ты дивно хранил нас, Господь и Бог наш! Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй! Кроме Тебя нет иного Бога! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель, Господь и Бог наш! Аллилуйя! Благодарю Тебя, мой Господь! Евангелие от Матфея, 14 глава Второе имя Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. То есть она была жена брата его и хотел убить его, но боялся народа, потому что его посчитали за пророка. Во время же праздного дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но ради клятвы. И возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде, и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли и возвестили Иисусу. И, услышав Иисус, удалился оттуда на лодке в пустынное место один. И народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Евангелие от Матфея, 14 глава. Глава. Благословен Господь, и благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Матфея, 14 глава. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его, и сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. А они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возвлечь на траву, и взяв пять хлебов и две рыбы, воздрел на небо, благословил, и преломил, и дал хлебу ученикам, а ученики народу. Ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков, двенадцать коробов полных. А евших было около пяти тысяч человек. Господи Божий наш, слава Тебе! Евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, Иисус зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю-то, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус точно заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, и закрещал, Господи, спаси меня! Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих, бывшие же в лодке, бывшие подошли, поклонились Иисусу и сказали, истинно, Ты, Сын Божий. Тьма, никого не видать, уходим на другую страницу. Пропал человек, как черви под землей темные. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе, хвала Тебя, наш Господь Христос. Благодарим Тебя, Господи, за милости Твои, явленные людям и в этот день. Евангелие от Матфея, 14 глава. Вот сколько людей, которые мимо проходят, как тени. Господи, Божий наш, слава Тебе. Господи всемогущий, хвала Тебе, как огня боятся Слова Господня. Благодарим Тебя, наш Господь, за милость, явленную нам и в этот день. Евангелие от Матфея, 14 глава. И когда они вошли в лодку, ветер утих, бывшие же в лодке подошли. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Сколько же здесь сквернавцев, не хотят ничего слушать, божественного. Только бы блудить и блудить день и ночь. Обезумел народ совсем, как ослы дикие, как черви подземные. Бога не знают и о Боге не думают. Идут в гиену огненную вместе с сатаной. Господь пришел на землю, жизнь свою отдал, чтобы люди жили для Бога. Я читаю Евангелие от Матфея, 14 глава. И кто захотел послушать? Семьсот лет до Христа пророк Исаиев сказал, кто поверил слышанному от нас? Привыкли слушать только матершины и анекдоты. Обезумел мир стоит на грани катастрофы. Итак, Евангелие от Матфея, 14 глава. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? То есть Петр пошел по воде ко Христу. И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Иисусу и сказали, истинно ты сын Божий. И переправившись, прибыли в землю Генесаретскую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Евангелие от Матфея, 15 глава. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи, и говорят, зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете к заповеди Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословище отца или мать смертью до умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не посчитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! Хорошо пророчествовала вас Исайя, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, скверняет человека, но то, что выходит из уста, скверняет человека. Тогда ученики Иисуса, приступив, сказали ему, знаешь ли, что парисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал, «Неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в шрево и извергается вон. А исходящее из уст, из сердца исходит, это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками, не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Аллилуйя! И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дождь моя жестоко беснуется!» Аллилуйя! «Господи Божий наш, великие милости Твои Ты являешься на сей день!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланалась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам!» А она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их!» Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера Твоя! Да будет я по желанию Твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, вечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославляли Бога Израилева. Иисус же, призвал учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть». «Отпустить же их, не евшими, не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали «Семь и немного рыбок». Тогда велел народу возвлечь на землю. Иисус, что взял семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных. А евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Аллилуйя! «Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Боже, будь милостив ко мне грешному, создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчисла я согрешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя!» Царю Небесный, утешите ли души истинные, и же везде ссы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселись, овны, и очистенны от всяких скверных. Спаси, блажи души наши! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков! Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наши! Святый, посети, исцели немощи наши! Имени Твоего ради! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем ложняком нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагон, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, пошли истинных служителей, благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам, дабы все узнали о любви Твоей, ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя!